Абхазии грозит потери туристического потенциала. Опасения по этому поводу высказывают экологи и политологи. Проблемы связаны с планами нефтяной компании «Роснефть» разработать скважины в Абхазии. Известно, что нефтяным потенциалом обладает Кудаутский и Очамчирский районы Абхазии. Подробнее в сюжете нашего корреспондента Марты Ардашелия. Делегация специалистов «Роснефти» намерена посетить Абхазию в ближайшие дни. Группа экспертов приступит к изучению нефтяного потенциала этого грузинского региона. Проект, который обошелся крупнейшей российской компанией почти в 600 миллионов долларов, должен быть осуществлен уже к концу года. Эксперты полагают, что цена за 300 миллионов тонн условного топлива слишком высока. Эта политика в Абхазии и Россия проводят уже несколько лет подряд с точки зрения уничтожения экологического рая в Абхазии. Помимо политических, этот проект представляет и локальные бизнес-интересы. Известно, что «Роснефть» получила право строительства бензозаправочных станций в Краснодарском крае и Абхазии к зимней Олимпиаде 2014. В Сухуме к подобному сценарию относятся спокойно и призывают страны Черноморского бассейна к признанию и сотрудничеству. Страны, которые черноморские встречаются, обсуждают вопросы экологии Черного моря, а могут нас пригласить в свой клуб. И тогда будем вместе эти вопросы обсуждать. А обсуждая без нас эти вопросы, тогда им нет смысла вмешиваться в наши внутренние дела. Против разработки нефти выступают жители Очамчира и Гульрыбш. Политолог Мамука Аришидзе утверждает, что население Абхазии вполне осознает опасность этой затеи сепаратистских властей. Но подобное развитие событий вполне устраивает Россию, которой для успешного проведения Олимпиады необходим рынок дешевого сырья. Этим рынком может оказаться Абхазия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова